Реалити-шоу Такое отношение терпеть нельзя, иначе это может закончиться трагедией. Подробности читайте на страницах московского комсомольца на Алтае. Полицейские разыскивают бичанку, которая рассчиталась билетом банка приколов. Пенсионерка взяла в аптеке лекарства на общую сумму 937 рублей и протянула фармацевту пятитысячную купюру. Сотрудница учреждения выдала сдачу и только вечером обнаружила, что банкнота не настоящая, а билет банк приколов. Сейчас стражи порядка устанавливают личность женщины, причем полицейские не утверждают, что она намеренно рассчиталась такой купюрой. Возможно, пенсионерка и сама не знала, что в ее руках не настоящие деньги. Бывший жириновец, а ныне представитель «Единой России» Андрей Щукин возьмется за табак, алкоголь и просрочку в алтайских магазинах. Сообщение об этом опубликовано на сайте рекотделения партии, сообщает информагентство «Банкфакс». В рамках проекта запланирован целый ряд мероприятий совместно с Союзом пенсионеров края и молодогвардейцами. В этом году они сделают упор на проверках торговых точек на предмет соблюдения антиалкогольного и антитабачного законодательства, а также завышенных цен и просроченной продукции на прилавках. Чем еще планирует заняться Щукин, читайте на «Банкфакс». Автомобили горе-парковщиков в Барнауле обмотали стрейч-пленкой, сообщает информационный портал «Толк». Видимо, таким образом неравнодушные решили бороться с автонарушителями, которые паркуют своих железных коней на газонах, проходах возле тротуаров и пешеходных дорожках. О реакции самих автомобилистов, которых ждал сюрприз, не сообщается. Уток хватит на всех, в крае открывается сезон охоты, сообщает «Комсомольская правда» Барнаул. Сезон весенней охоты в этом году разделили на две волны с четко установленными списками районов Алтайского края, где можно пострелять дичь. Первая волна пройдет уже с 7 по 16 апреля, вторая с 27 апреля по 6 мая. О том, где можно охотиться, читайте на страницах комсомолки.